Моя первая встреча с технологией компании Корштодтс произошла давным-давно, когда я работал в Тпилесе, в Грузии, и когда мы начинали лапароскопию, простую диагностическую лапароскопию в гинекологии, и тогда мы приехали в Москву, чтобы как раз познакомиться и по мере возможности привезти в Грузию инструменты и аппаратуру, и особенно оптику компании Корштодтс. Это было в 1990-1990 году, и для нас было большим достижением и большой радостью, когда у нас появился первый эндоскоп 5-миллиметровый и первые инструменты для диагностической лапароскопии. Я считаю, что вообще развитие современной гинекологии, особенно хирургии в гинекологии, это связано очень тесно с именем компании Корштодтс, так как основные инструменты, первые инструменты и первые аппараты, которые использовались во всех сферах гинекологии, хирургии, это гистероскопия, лапароскопия, все показания гинекологии, вот все первые инструменты были разработаны компанией Шторц, и поэтому без этих аппаратов и инструментов я не представляю вообще, как развивалась бы гинекология. Для меня лично инструмент, который повлиял на мою карьеру, можно сказать, это, конечно, роби-биполяр. Из-за специфики моей работы я его использую постоянно, и я считаю, что это, наверное, самый совершенный и самый необходимый инструмент лапароскопической гинекологии. В течение всех тех лет, за те годы, которые я работаю в гинекологии, фирма Шторц была постоянно рядом. Она была постоянно рядом, она постоянно нас и меня лично сопровождала в процессе обучения, становления, совершенствования, то есть для меня это не отдельная часть моей профессиональной карьеры, с одной стороны, и я даже считаю, что это даже часть моей семьи, без которой мне сегодня просто невозможно представить ни свое прошлое, ни, наверное, будущее. В любом случае, минимальная инвазивная хирургия – это уже состоявшийся факт. Сейчас основное направление, я думаю, это все-таки улучшение изображения, это новые камеры, это новые возможности визуализации, и особенно интересным и перспективным направлением являются разные возможности виртуальной визуализации, использования флуоресценции разных красителей, которые улучшают однозначно и диагностику, и методы лечения. Это уже сейчас внедряется и уже стало стандартом в онкологии, в эндометриозе и в других патологиях, и как раз камера и компания Шторц, они сейчас лидеры в этом направлении. Я считаю, что основное направление и будущее как раз в улучшении систем изображения. Я бы хотел очень много хорошего пожелать представительству компаний. Во-первых, чтобы они постоянно так сопровождали врачей, коллег, специалистов, которые очень надеются на компанию, и самое главное, компания лидер. Они были первыми, мы сказали, они были пионерами во всех направлениях, но я знаю, что не так важно быть пионером, самое главное, постоянно быть лучшим. Поэтому я желаю представительству оставаться лучшим из лучших.